На скамье подсудимых 20-летний Владислав Роговик. На сегодняшний момент он признается в совершении убийства 18-летней Анны. Мотив преступления пока не ясен, как и способ убийства. По предварительным данным, девушку задушили. Что именно произошло в ночь на 22 июля, сейчас выясняют следователи. На заседании они ходатайствовали о том, что молодого человека необходимо взять под стражу. Прежде всего, одним из оснований избрания данной меры пресечения послужило то, что Роговик подозревается в совершении преступления, которое уголовным законодательством относится к категории особо тяжких преступлений, из-за которой предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Кроме того, он может оказать давление на свидетелей по уголовному делу. О самом подозреваемом известно лишь то, что молодой человек ведет непонятный для многих его знакомых образ жизни. При наличии матери, отца и квартиры живет то там, то тут, а полтора года назад бросил университет. По решению суда, ближайшие два месяца, пока будет идти следствие, Владислав Роговик проведет в следственном изоляторе. К слову, об этом суд просил и сам подозреваемый, который отказался от адвоката и на данный момент признался в преступлении. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.